Всем привет, ребятушки! На связи Денис Терентьев и в этом интересном познавательном ролике я расскажу вам, чем же я питаюсь в Вьетнаме. Итак, погнали! Каков же рацион эффективного сыроеда во Вьетнаме? Что мне нравится сейчас употреблять? И первое, на что вы сейчас смотрите, это, конечно, бананы. Кстати, друзья, если вы хотите избежать печальной участи 99% сыроедов России, которые начинают свой путь, начитавшись паблика ВКонтакте о сыроедении, а потом гробят свое здоровье, а хотите знать, как правильно составить свой рацион и все правила высокоэффективного веганства и сыроедения, обязательно ознакомьтесь с моими курсами «Важные добавки эффективного сыроеда и системы эффективного перехода на сыроедение». 4-е переиздание 2019 года, что поможет вам безопасно, максимально эффективно и мягко начать вставать на путь живого питания, как это сделали уже более 3,5 тысяч моих учеников. Ссылка в описании. Эти бананы, которые видите, я сейчас живу примерно здесь, в Вьетнаме, уже 1 месяц и 1 неделю, я еще ни разу не пробовал в этот приезд местные бананы. Сегодня я первый раз купил и буду пробовать. Но я знаю, что, конечно, они небо и земля по сравнению с теми, которые продают в России. Дело в том, что просто я бананы не особо ем не то, чтобы я их не люблю, но я могу их с удовольствием съесть не более 2 штук в неделю. Поэтому сегодня я вот купил в первый раз и буду постепенно их употреблять в смузи. В смузи я могу их есть больше. Цена вот этой вот кучки увесистой здесь примерно 1,5 килограмма 60 рублей. Стоят они примерно 40 рублей килограмм. И еще хочу отметить, что все цены я сегодня буду называть вам в рублях. Потому что некоторые, когда делают какие-то обзоры, называют цены в каких-то своих китайских кубриках. И потом мне опять переводить это в рубли очень геморройно. Вы сразу же говорите, сколько это стоит в рублях. Курс доллара сейчас более-менее стабилен. Поэтому давайте я буду говорить в нашей, так сказать, национальной деревянной валюте. Едем дальше. А номер 2 это помидоры. Местные вьетнамские помидоры. Что про них я могу сказать? Первое. То, что интересно, я никак не могу понять. Почему в Азии всегда выращивают только один сорт помидор? Представляете, здесь растет все. Вы знаете, сколько сортов помидор в России. И бычье сердце, и узбекские, и каких там только нет. Здесь же почему-то по какой-то очень странной причине выращивают только один сорт. По пятибалльной шкале я оценю его на 4 с маленьким минусом. Конечно, им очень далеко до азербайджанских, допустим, помидор. Но я не могу назвать их плохими. Они гораздо лучше, чем в том же Таиланде. И в салатах их есть самое то. Там с зеленью, с маслицем. Очень даже классно. Я ем их в прикуску, например, с авокадо. Но в последнее время я их ем совсем мало. Переходим к третьему месту. Третье место это манго. То, что касается манго, у меня как всегда все не так, как у людей. Почему? Потому что манго я не ел примерно порядка двух лет, будучи в Азии. Какая у меня была история? В 2011 году, я когда приехал в Таиланд, я сорвался как цепи собака. Я начал их есть, есть, есть. Потом я ими присытился. И два года я вообще на них смотреть не мог. Сейчас я приехал, мне тоже не особо тянуло. Но я попробовал, и после этого меня как-то на них потянуло. Тем более, они, конечно, здесь божественные, бомбические. Они не летели в Россию, там не спали в холодильниках по две недели. Потом на складах они только-только с дерева буквально. Поэтому они очень сладкие. Как выбрать? Они должны быть вот такие. Вот видите, они прям мягкие. Они прям сахарные. Они прям в самом-самом соку очень сочные. Если начинать их кусать, то сок прямо оттуда льется литрами. Следующий экземпляр моего рациона это кокс. А сколько он стоит? Если кому интересна цена, то его стоимость составляет 30 рублей за одну штуку на моем рынке. Да, не сказал. Кстати, то что касается манго, их цена составляет 45 рублей килограмм. Цена помидор составляет 36 рублей килограмм круглый год. Так вот, вот этот кокос одна штука стоит 30 рублей. И, конечно, он божественно вкусный. Он не приторный. Он то, что надо. В день я выпиваю до 12 штук. И еще замечу, есть такой интересный факт, что по своему электролитному балансу он очень сильно похож с плазмой крови. И когда была Американо-Вьетнамская война, и крови не было, солдатам заливали вместо крови жидкость вот этого вот кокоса. Водичку, кокосовую водичку. И, конечно, там очень-очень много полезных веществ, особенно до тренировки, после тренировки. Это крайне полезный продукт. Рекомендую вам его прямо изо всех сил. Для того, чтобы их открывать, я купил вот такой вот причиндал. Аутентичный, не правда ли? В этом видео я покажу вам, как легко открыть кокос. Кокос открывается очень просто. Берете хороший вот такой вот тесак. Он должен быть нормальной массой. И что мы делаем дальше? Раз, два, три, четыре, пять. Готово. А теперь мы вставляем сюда соломинку и бону пяти. Следующий экземпляр – это еж вьетнамский. Как вы поняли, это, конечно же, дуриан. Именно из-за них, именно из-за них я приехал сейчас во Вьетнам в июне для того, чтобы вкусить в полной мере, попасть в сезон дурианов. Почему? Потому что их сезон заканчивается где-то в октябре. А я, по идее, бы и приехал в октябре, ну, чтобы прям в холодную зиму. И тогда ты, конечно, его не застаешь, и тебе очень печально. Сейчас же весь рынок усеян этими дурианами. Их очень много. Цена составляет. Два сорта продается здесь по 50 и по 80. По 80 я уже объелся, вот этот по 50. У него просто другой вкус. Он не хуже, просто другой вкус. В Москве цена такого, если вам крайне сильно повезет, футсити составляет 850 рублей. То есть, штука, я покупал постоянно там дурианы, очень часто за штуку, по 3-3,5, около 4 тысяч рублей мне обходилось. Это здесь же, вот этот дуриан огромный, порядка 3,5 килограмм, мне обошелся сегодня в 420 рублей. Это, конечно, очень вкусно. Кто еще не ел, обязательно попробуйте. Это просто бомба, когда будете во Вьетнаме. Но здесь хочу заметить, что вам могут продать, допустим, или не то, чтобы продать вам, а просто вам может попасться плохой дуриан, невкусный. И поэтому ни в коем случае не... Если вам какой-то непонятный вкус попался, то это не значит, что они все плохие. И многие так говорят, я пробовал, мне не понравился. Вы просто пробовали незрелый или какой-то перезрелый или недозрелый. Поэтому убедитесь в том, обязательно, что это настоящий вкус дуриана. Пусть вам кто-нибудь это подтвердит. Кстати, дуриан имеет в своем составе все необходимые человеку вещества, витамины и микроэлементы. И также очень дефицитный микроэлемент сера, которого нет практически больше нигде. Следующий момент, это составляет одно из сейчас основы моего рациона. Это, конечно же, авокадо. Цена их составляет порядка 70 рублей килограмм. Они, конечно, здесь бомбические, божественные, желтые. Вот видите, они очень мягкие, спелые. Как определить? Ну, он должен быть зрелый такой вот авокадо в самом соку. Он должен хорошо продавливаться равномерно. Но не должно быть таких ям, таких мягких ям, когда вы нажимаете, палец проваливается. Еще на некоторых можно посмотреть вот здесь. Вот здесь должна быть обязательно, не должно быть никакой плесени. Бывает здесь черная тема и плесень. Это значит, что, скорее всего, этот авокадо уже в пищу лучше не брать, потому что он внутри будет с темными пятнами, уже подгнивший такой. То есть, это тоже такой вот показатель. Но в целом он должен быть одинаково, равномерно, такой вот мягкий, но не сильно мягкий, не чересчур. Вот так вот можно определить его нормальную зрелость. Следующим номером, нет, вот он, в нашей программе выступает зелень. Здесь я положил только одно наименование. Одно наименование зелени, которое в России называется либо колба, либо черемша. Знаете, он продается, как правило, весной. Растет в лесу и напоминает дикий лук. То есть, в переводе, я посмотрел в гугле, это, оказывается, переводится как дикий лук. И период его возревания очень маленький, буквально один месяц. Я его очень люблю, там много витамина С, очень много всего полезного. И очень печально, когда он уходит из рациона через месяц весной. Здесь же, во Вьетнаме, он растет круглогодично. Его всегда можно купить на рынке. Зелень здесь стоит копейки. И всего я употребляю порядка 6-7 видов зелени. Наверное, сейчас я увеличил, вот попробовал новую. Но порядка здесь всего продается 20 видов зелени. Поэтому, если будете во Вьетнаме, зелени здесь просто завались. Следующим номером нашей программы выступает саподила. Очень такой вкусный, сладкий фрукт. Он должен быть также, смотрите, мягким. Вот такой, видите, продавливается. Это спелая саподила. Она ни в коем случае не должна быть твердой. Это значит, что она еще зеленая. А по цвету после чистки он такого коричневатого цвета. И очень сладкий, но не приторный. Мне очень сильно нравится. Также следующим номером нашей программы будет джекфрут. Помните, я рассказывал вам про чемпидак? Чемпидак довольно редкий фрукт. И продается он на нашем рынке. Я его практически здесь не видел. На прошлый раз я его хорошо наелся. Тем более, сейчас у меня есть другие продукты. И поэтому сейчас я решил попробовать джекфрут купить. Но еще его не пробовал здесь. То есть, не ел так конкретно. Только пробовал. Он очень вкусный. Гораздо вкуснее, чем в Таиланде. Здесь вообще многие фрукты гораздо вкуснее, чем в Таиланде. В частности, следующий наш экземпляр. Следующий наш персонаж. Это папайя. Вьетнамская папайя однозначно вкуснее, чем тайская папайя. В простонародье, между собой, мы называем ее папа. Аву мы называем Ава. Короче, у меня у каждого фрукта есть свое погоняло. Дальше, как ни странно, идет икра заморская баклажанная. Икра черная, красная. Да, заморская икра баклажанная. Это наша обычная цветная капуста. Вот за этот небольшой такой вилок я отдал 120 рублей. Она здесь чуть-чуть идет дороже все-таки, чем основные такие фрукты местные. Наверное, из-за трудностей выращивания. Но она также очень вкусная. Мне очень нравится жевать ее хрустящий вкус. Жевать ее вместе с авокадо. И далее, еще вот у меня остаток такой здесь остался. Это виноград. Он тоже очень вкусный. Стоит довольно дорого. Сейчас скажу сколько. 6 на 3 180 рублей. То есть, по местным меркам, это как дуриан. Он стоит очень дорого получается. Но он вкусный, с косточками. Ягоды очень крупные, сочные и классные. Поэтому вот такая вот ситуация с моим рационом во Вьетнаме. Также еще я покупаю здесь арбузы иногда. Они здесь бывают очень маленькие. Буквально умещаются на ладошке некоторые. И чуть-чуть побольше. То есть, огромных арбузов. Ну и имеют вид торпеды. То есть, огромных арбузов, таких как в России, здесь вы не встретите. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте мне их в комментариях. Надеюсь, вам это было интересно и полезно. Если это было вам интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до нового интересного и полезного видео. С вами был Денис Терентьев. Счастливо и до скорого.